Именно по этому мосту пролегал бы путь двух друзей из Москвы, которые решили добраться в северную столицу своим ходом, если бы они отправились в путь в 19 веке. Сейчас маршрут сверхмарафонцев прошел и мимо Веточки, и мимо Новгорода. Но Татьяна Баркова догнала бегунов, которые представились без фамилии. Максим и Алексей. Идея организовать такой масштабный забег пришла к Максу еще в августе прошлого года. Все это время он тренировался каждый день. Вместе с Максимом из Москвы стартовал его друг Алексей. Но, как это часто бывает на марафонских дистанциях, временно сошел из-за травмы. И часть пути теперь преодолеет на машине. Зато по дороге в Питер к бегунам каждый день присоединяются люди из разных городов, чтобы пробежать вместе небольшой отрезок пути. Вот, к примеру, Марина Посталати приехала в Новгород из Москвы. Это наши друзья друзей. То есть у нас уже такая общая беговая тусовка. Мы знали заранее, что ребята собираются. И это была спланированная поездка. То есть мы так основательно подготовились. Это большая мотивация для всех бегунов и не только. Я думаю, что это смотивирует людей хотя бы выйти завтра утром на пробежку. Весь путь от Москвы до Санкт-Петербурга снимает оператор и монтируют на месте. У ребят создано уже два фильма. Их размещают в инстаграм-аккаунте «Забег-2020». За таким необычным испытанием наблюдают более двух тысяч человек. Я уже за многие годы послужил человеком, кто снимает экстремальное путешествие. Вы не задумывались отбросились? Ну, я подумал, конечно. То есть сначала там, а не будет ли это просто очередной пикниковой поездкой. Но когда пообщался с Максимом, я понял, что это будет настоящее приключение. Это не просто забег, а целое путешествие. Бегунов сопровождает дом на колесах, в котором разместились оператор, водитель и сыновья спортсменов. У мальчиков здесь особая роль. Они отвечают за уборку и готовку. Блюда в меню довольно разнообразные. Горячка, риск, макароны. Иногда можно добавить тушенки. Да, для разнообразия тушенки или ковричковой икры. Да, лично я питаюсь на заправке. За рулем дома на колесах бессменный водитель Евгений Паллади за свои услуги денег не просит. Отправился в путь ради эмоций и приключений. Ребята опубликовали в инстаграме пост. Что они ищут водителя на автодом. Мне эта идея показалась интересной. Я вот как бы вписался. Следующее путешествие, правда, ребята пока не планируют. Пробегать 50 километров в день не так-то просто. Но большая часть пути уже позади. 28 июня они финишируют на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Из Новгородского района Татьяна Баркова, Галуздгивандян. Новости. Новогородское областное телевидение. Редактор субтитров Н.Александрова Продолжение следует...